И так, ребятка, мы продолжаем играть в офигенную игру, и вы должны подписаться на канал, чтобы не пропускать ни одной серии, ни одной. О, с чем ты торгуешь? Прошу прощения, но весь товар вышел. Приходи попозже. Наверное, он карта какая-то. А, кстати, я помню, там какие-то карты, если вы не найдёте, их можно докупить. Скоро начнётся награждение лучшего факультета недели. Идём со мной. А, кстати, угадайте, ребят, какой факультет будет лучший. Вы угадали? Последний шанс, ребятки. Мы сейчас идём на награждение, поэтому... Видите, проход закрывается. Здесь постоянно у вас будет все открыто. Доброе утро, друзья. Напоминаю всем, у кого плохая память на имена. Меня зовут Альбус Дамблдор. Я директор этой школы. Итак, начнём церемонию награждения лучшего факультета недели. Ребят, я думаю, очевидно. Этого факультета получит право зайти в комнату победителей. Чёрт, я помню. Продолжительность этого визита будет зависеть от того, насколько победитель опередит факультет, занявший второе место. Очки во время конвертируются? Что там у нас в ведомости? Больше всего баллов набрал Гриффиндор, Гарри, тебя ждёт комната победителей. Удачи тебе и помни. Ты должен собрать как можно больше конфеток, а время ограничено. Точно, я помню это. О, нет, я в другом, кстати, думаю. Журеники, Аскаван, по-моему, тоже что такое было. Ну, в общем, надо собирать можно больше как-то. Я думаю... О, АЛО, КАМОРА! Беслового времени у нас дофигища. Главное, не бегать, повторно, по повторно маршрутам, чтобы... Конфетки собирать побольше, нужно просто бегать. И по именно по этим дорожкам конфеток. Самый эффективный вариант. И с сундуков не собирайте, в принципе, конфетки. Только если имеется, люди, имеется тут просто овер дофига конфеток. Если имеется, чем овер дофига. Просто не думайте о этом. Конечно, без ковров туго. Тут можно открывать до прохода ещё. Чуть, возьми. Пожалуйста, открывай. Да, тут полно до проходов, видите, дофига, дофиги ещё всего. Особенно колоски есть, чтобы принять, это ещё офигеть, потому что можно собирать всё. Чуть, возьми. Фигово. Тут больше ещё нескольких, больше, чем ещё пару контактов, но я вряд ли соберём. Знаешь, что это неплохой результат, но сейчас то с чем-то набрали. Давай, я в прыжке хочу запечатлеться. Гарри, вот ты где. Наконец-то я тебя нашёл. Привет, Вуд. Идём, Гарри. У нас тренировка по квиддичу. Другие команды ещё спят, так что мы будем первыми. Но я даже не завтракал. Потом позавтракаешь. Бежим на поле. Да, показывай, скиллы надо всем показать. А ты про завтрак думаешь. Ленивый, потный парень. Да, теперь я все любят то, все чьи мы рели, теперь все говорит, что это у приветиков. Мужик идёт. Он до морта побил. Я тут как-то напоминаю. Вот карточки, нет, кажется, но нескольких артери. Илья Азерская, остаются и... То есть, или они открытыми остаются, и... Или... Ну, дополб, дополнительный проход. и или и или так на вспомнить что то а точнее лизинство конфеты будут идти насколько помню это хагрида трава неплохая то есть хижина старого доброго хагрида хагрида старые добрые мужи мне же надо собрать собрать десятку на сколько я помню нам дали добро здоровья за золотых сад не могу что-то не будет но все равно как будто дверь здесь свиньи очень нежно я надеюсь они податься свиньи мы успокойся они взятых резаные ты я же ничего не насилователь пришел успокой успокой свинок потому что я захил какой то там свиней пошли шоу насиловать вот в 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 даст как видите проходов дофигища и мы все это исследуем ребятки представляете ну там как по фильму дофигища всего будет я бы сказал игра намного длиннее философского камня я не помню намного или нет честно говоря по моему мы уже набрали вторую молнию вроде как процесс пошел просто это все быстро собирается как насчет покупки сегодня со скидкой а что у тебя есть нимбус 2001 лучшие метла которую можно купить за деньги как хочешь правда не уверен что они у меня еще появится у меня нет денег а что у тебя есть доспехи для квиддича точно такие же как у пушек пэдл покупатель всегда прав даже в таких случаях ой извиняюсь у меня бабла вообще нет и откуда будем взяться что ты ищешь что ли прошу прощения а тут тайный проход где-то видите заправил их видишь а это матч указано то есть мы да тут видите матчи есть я вообще сыграю там в принципе играть просто насколько я понял Гарри слушай меня в этом году мы просто обязаны выиграть кубок значит нам придется тренироваться тренироваться и еще раз тренироваться для начала вспомним прошлогодние тренировки есть командир красный мяч называется квофл охотники забивают им голы тебя ловца он волновать не должен именно просто путаться можно два синих мяча называются бладжеры берегись их если такой мяч попадет в тебя тебе не поздоровится будем кланяться кланяться я умею золотой снич вот твоя главная цель ты должен поймать его прежде чем это сделает ловец команды соперника за лето ты наверняка многое подзабыл так что начнем с азов сейчас я выпущу снич постарайся поймать его если снич окажется достаточно близко твоя рука сама потянется к нему разгоняться на метле можно? направление полета метлы можно изменять с помощью клавиш со стрелками а то есть я помню а мы тараним друг другу скорости нимбуса 2001 для этого вполне достаточно а просто нужно вот так следовать за снич ты сразу же приблизишься к сничу да то есть клинич грубая игра но не переживай если что щитки смягчат удар быстрее нажимай левую кнопку лови снич а понятно вот так и надо ловить я смотрю наша команда уже в сборе тогда сыграем тренировочный матч да давайте уклоняйся от бладжеров и игроков соперника сейчас я сыграю роль ловца другой команды приготовься да давай смелее противник всегда готов проделать с тобой то же самое а вот где твоя металла это просто как бы не знаю магическое летать больше левитировать и это кстати удобнее что поттер всегда летит за сничьим то есть нам не нужно столкнувшись с баджером ловцом противника или еще чем нибудь ты потеряешь скорость и отстанешь от сничья пока чужой ловец рядом ты ни за что не сможешь поймать сничь приблизившись к чужому ловцу оттолкни его в сторону нажав кланшу контр или левую кнопку мать ну как не его чтобы он не мешал тебе гнаться за сничьим вот так гарри следуй за сничьим ты почти поймал его здесь вот так запихать бойца по неплохо ребята гарри ты в отличной форме а значит в этом году кубок будет наш да именно ну что еще не закончили закончили уже не смотрите сюда идут слизеринцы откуда они взялись сегодня стадион наш эй да у них новые метлы похоже это нимбус 2001 ничего себе да это нимбусы подарок люциуса малфоя что у изли нравится малфой что ты здесь делаешь я теперь ловец команды слизерин а вам пора подумать о новых метлах да ваши чистометы с нашими нимбусами даже рядом не стояли зато ни один игрок нашей сборной не покупал себе места в команде все они попали туда благодаря таланту коррупция от твоего мнения грязнокровка никто не спрашивает ну фой ты за это заплатишь мне хотя бы есть чем платить в отличии от некоторых такое тоже есть рон не связывайся с ним не стоит не стоит не стоит совсем грязнокровки этой презрительной кличкой некоторые волшебники награждали тех чьи родители были обычными людьми между тем наступил октябрь ночи становились все холоднее и холоднее а в хоквартсе тем временем начали происходить довольно странные вещи в принципе игра по прежнему линейна просто чуть чуть больше свободы чуть чуть больше места для исследования между заданиями Гарри следующий урок зелья давай поспешим со снегом шутки плохи пойдем на земле находится в подземелье идем со мной но заклинаем в принципе особо не знаю поэтому а кстати паутина нет паутина инцидент прыгать мы до сих пор на ковриках не имеет так что в принципе просто идем на место тут нет картины да ладно идем а кстати на что подземелье мы открыть не можем этот путь ведет в подземелье ну полезно кстати помнить где какой тайник чтобы потом попасть в него и собрать все что в нем есть полезно я помню тут какой-то из этих проход я помню тут загадка даже какая-то есть тут все не так просто вот этот проход можно открыть так сказать займемся изучением окрестностей потому что потому что это весело пучки вот тут бродят но это будет нашим врагам потом прочитал в в в так давно мы нам нужно что в этой цели собирает увидели какие цены метла 700 рублей стоит вот так говорить процент рублей металл я в целом 500 поэтому ребятки собираем бак о дырочка по поводу бобы соберем а вот а вот мы не можем здесь мы еще не научись так сказать избавляться от нее я помню мы научимся избавляться от слизи вот когда точно не помню так сказать я ну немножко подзабыл игру скажем так всего не помню ну ка на месте будут я вспомню первый подвал я вообще не помню как выглядел что-то мне кажется тут есть огромное я кстати думал что мы пойдем в огромную комнату с конфетами ну в тот момент когда про награду нам говорили то есть не в ту комнату которую увидите а еще есть какая-то комната по-моему там завал конфет а теперь внимание сегодня вы конечно в меру своих способностей научитесь готовить один из самых полезных эликсиров рябиновый отвар ну-ка ну-ка что он делает а сейчас наш знаменитый поттер продемонстрирует как готовят отвар подойдите сюда почему-то у него лицо как он инспектор гаджета сейчас этот отвар обладает невероятной целительной силой одной его бутылочки достаточно чтобы залечить самые тяжелые раны ну вот голос хороший в этом сундуке лежат два компонента рябинового отвара кора рябины и слизь книжного червя возьмите их теперь подойдите к котлу постарайтесь не опускать руки в зелье нам ни к чему смотрите как поттер опускает в котел ингредиенты и смешивает их осторожнее поттер вы же не хотите чтобы ваш факультет потерял баллы итак поттер приготовил рябиновый отвар чтобы выпить его нажмите клавишу пробела садитесь поттер так что те из вас кто любит подраться или скажем спотыкается на ровном месте теперь могут сами готовить себе лекарства ура обратите внимание рябиновый отвар можно готовить только в котлах подобных этому такие котлы есть повсюду в Хогвартсе то есть если не дымится и не готовится необходимые ингредиенты кора рябины и слизь книжного червя также встречаются на территории Хогвартса да знаю а теперь запишите тему нашего урока как получить слизь книжного червя ну это не интересно я с самого начала знал что снэк не расскажет мне ничего нового про книжных червей так оно и вышло рон ты не прав он коснулся некоторых интересных аспектов я не знаю пойдем отсюда пока снэк не вышел в ей ей да и детей покушать что это что это было тот самый голос он звучал где то наверху идем что-то я в классе у него хотел полазить там сундук есть ладно успеем а для могла закрывается кстати я просто помню что происходит ничего хорошего это я и я точно вам скажу трепещите и враги наследника следующим будет я просто хочу писать на картах 10 карточек у вас есть здесь мы пропустили не надо они по умолчанию идут в подряд да может отчитать историю этих карт это что максимум как бы то есть максимум может быть такой но в свитере нас чуть-чуть немножко в чьих жилах не чистая кровь она окаменела почему не могу сказать а теперь пожалуйста разойдитесь по спальню своих факультетов здесь нет ничего интересного дамблдор прав пойдем гарри я согласен что тут не интересно вообще история с окаменевшей миссис норрис и загадочной надписью на стене переполошила весь хогвартс ученики строили самые разные предположения такие как особенно встревоженной выглядела гермиона гарри ирон были уверены что она о чем-то догадывается но не могли добиться от нее ни слова ну а василиски она догадывается я помню она догадывается гарри следующий урок заклинания и у меня есть идея насчет чего надо расспросить профессора флитвика о тайной комнате уж он то наверняка знает идем плитвик ладно а наверное он нас еще и заклинаниями подучит это дверь взял с лестницами быстрее гарри я не хочу опаздывать на заклинания уже иду да да сейчас визелье здоровья и левушками обхожусь именно сейчас я покажусь проклятый поттер я до тебя еще доберусь когда могла в меч вести здравствуйте сегодня мы с вами изучим заклинание с курш что она делает? да мисс Грэнджер пожалуйста расскажите нам о тайной комнате вообще то мисс Грэнджер я преподаю заклинания а не мифологию ну пожалуйста профессор нам очень интересно ладно 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 как вы наверное помните мисс Грэнджер мисс Грэнджер он построил он построил тайную комнату о которой не знали другие основатели школы и поселил в ней некое чудовище легенда гласит что однажды наследник Слизерина вернется и откроет эту комнату и тогда все те в чьих жилах течет кровь обычных людей навсегда исчезнут из Хогвартса разумеется все это вымысел вернемся к реальности мистер поттер не хотите ли вы выполнить упражнение по заклинанию Скордж хочу с удовольствием профессор а кстати дуэли еще будут в этой игре по моему точно в этой прошу вас выбросьте из головы всю эту чепуху про тайную комнату сосредоточьтесь на упражнении стены как гипска сейчас я начну обводить контур символа своей палочкой спасибо когда моя палочка будет проходить над стрелками пожалуйста нажимайте клавиши с такими же стрелками на клавиатуре спасибо упражнение состоит из трех этапов чтобы перейти к следующему этапу вы должны нажать все нужные клавиши в правильном порядке вы готовы? правая рука уже на стрелках начали выполним его идеально все было проще простого хорошо мистер поттер а теперь следующий этап пять баллов гриффиндору одну секунду сколько вы слизали на? там они нас обходят сучки второй этап начали начали я им покажу я им покажу они просто уроки я им покажу десять баллов гриффиндору ровное число третий этап начали как я и сказал что вы в совершенстве владели заклинанием скурш теперь я предлагаю вам закрепить изученное выполнив практику по этому заклинанию Валя давай показывай что делать а вот так мистер поттер мы начинаем практику по заклинанию скурш чтобы завершить его вы должны найти последнюю звезду которая спрятана на одном из нижних этажей постарайтесь найти последнюю звезду как можно быстрее если вы не успеете подобрать ее за отведенное время вы проиграете по пути обязательно собирайте звезды за каждую из них вы получите дополнительное время а ваш факультет да спасибо я знаю